всем привет сегодня готовлю очень вкусный салат из помидоров на зиму основной ингредиент у меня помидор и лук остальное идет как дополнение для вкуса и аромата количество ингредиентов буду говорить по мере готовности для начала нам надо нарезать лук потому что мы будем его как бы заливать уксусом он немножко промаринуется в уксусе пока мы будем нарезать все остальное вот так вот нарезаю полукольцами собирая в глубокую тарелку лук у меня два больших значит получилось для 450 грамм уксус у меня используется вот только для маринада лука то есть мы потом его будем сливать в сам салат я уксус добавлять не буду приблизительно 150 грамм я как бы на глаз это делаю главное чтобы смочить весь лук не обязательно чтобы он покрывал весь лук просто можно переворачивать иногда вот так вот мешаем чтобы уксус был везде то количество уксуса который впитает в себя лук вполне хватает для всего салата то есть и горечь все уберет оставим пока лук мариноваться в уксусе нарезаем помидоры помидоры нарезаем как хотите можете дольками можете полукольцами я вот нарезаю так чтобы помещалась больше в баночку то есть большой помидор посередине потом еще раз посередине и на три части мелкие на две части сок от помидоров которые на дощечке тоже выливаем тазик потому что нам каждая капелька дорога чуть не забыла сказать помидоров у меня два килограмма нарезали все помидоры нарезаем дальше все остальное добавляем к помидорам болгарский перец у меня одна штука чисто для аромата то есть если вам нравится больше болгарского можете на свой вкус добавить больше у меня как бы я еще раз говорю главный ингредиент это помидор и лук добавляем болгарский перец тоже туда дальше идет острый стручковый перец тоже по вкусу у меня он очень острый поэтому наверное я все добавлять не буду та часть где семечки оставлю это часть совсем острая дальше нарезаю чеснок чеснок у меня одна маленькая головка вот лук переложила на дуршлаг чтобы стек весь уксус пока стекает уксус буду нарезать зелень мариновался лук где-то 10-15 минут пока я нарезала помидоры зелень у меня укроп петрушка по 50 грамм базилик где-то 30-40 грамм если найдете лучше нарежьте туда добавьте светлый зеленый базилик так он не окрасит как бы помидоры я и зеленый не нашла поэтому будет буду этим пользоваться базилик используем только листочки отжимаем оставшийся уксус лука там уже практически ничего не осталось на на всякий случай и добавляем к нашему салату дальше добавляем соль соль по вкусу я добавляю сначала добавлю где-то полторы ложки столовой добавлю посмотрю по вкусу как будет 2 чайные ложки сахара 5 столовых ложек подсолнечного масла и нам надо все хорошенечко перемешать где-то 2-3 минуты как минимум надо все вот это вот все вкусы что перемешались особенно соль должна распределиться везде одинаково дальше оставляем на час-полтора при комнатной температуре отдыхать вот у нас прошло полтора часа посмотрите сколько сока выделилось я попробовала на соль мне показалось мало эту половину ложки я добавила в итоге получилось две столовые ложки у меня вы смотрите по вкусу дальше в баночку добавляем один лавровый лист и пару горошин черного перца и заполняем наши баночки этим салатом немножко утрамбовываем не сильно придавливаем но нужно чтоб плотненько все было также заполняем все остальные баночки посмотрите сколько сока выделилось а это то что на дне буду распределять по всем баночкам равномерно этого на все хватит если у вас помидоры не сочные и мало сока то есть воды все равно не добавляйте при стерилизации оно еще выделиться как бы и своего сока всегда хватает то есть воды ни в коем случае не надо добавлять дальше ставим на стерилизацию в холодную воду накрываем вот так вот крышкой и с момента как закипит отсчитываем 30 минут вот так вот выглядит наш салат через полчаса крышки которые были на них я дополнительно еще раз нагреваю вот так вот опускаю в кипящую воду на несколько секунд чтобы они хорошенечко нагрелись так они лучше схватываются если вы заметили во время стерилизации баночка сильно нагревается а вот крышка не очень то поэтому бывает что иногда фиксация не очень хорошо получается а так она схватывается лучше вот так вот переворачиваем и даем остыть вот этот наш салат пока в свежем варианте но зимой тоже очень вкусно надеюсь вам все понравилось не болейте целую всех пока пока